Давайте вернемся к тому, с чего начались проблемы у врачей. Давайте вспомним начало эпидемии, когда парламент принял, в принципе, хорошее решение, когда выделили 64 миллиарда, все здесь голосовали, присутствующие депутаты, на борьбу с эпидемией. И когда нам объясняли, для чего эти деньги, нам хватало и на врачей поднять зарплату, 300% увеличить тем, кто работает с COVID-19 больными, на закупку оборудования, лекарств, курс лечения, этого хватало. Что потом произошло? Мы в вашем эфире уже эту ситуацию разбирали, когда половину этих денег Офис Президента забрал на эффектный способ пиара действующего президента и его политической силы. Причем правительство взяло под козырек, отдали деньги, молча, никому ничего не сказали. Перед этим, правда, внесли закон в парламент, скромно не сказали, сколько денег они направят на инфраструктуру. Мы, естественно, думали, что это деньги пойдут туда же, проголосовали, а оказалось, что это не так. И когда мы поняли, что врачи обманули, начался скандал. И в октябре прошлого этого года принимается постановление, 308 депутатов, все присутствующие здесь за него голосовали, по которому расписана дорожная карта, сколько куда денег надо выделить. Это не было выполнено, и врачи опять получились у нас обделены. А дальше начинается эпопея с бюджетом, когда действительно произошла уникальная вещь в истории Украины, когда министр здравоохранения, он призывал не голосовать за бюджет, пришел и сказал не делать это, потому что денег не хватит. Денег не хватит, потому что не заложили столько денег, причем все это понимали, все видели. И тот, кто голосовал за этот бюджет, я считаю, что это... Вот я не знаю вообще, что они будут говорить людям, поскольку люди уже знают, кто голосовал за этот бюджет. Дальше начнется, в общем-то, работа с этими депутатами. Кто-то там мотивацию какую-то получил, кто-то там какие-то должности. Сейчас дело в том, что когда приняли этот бюджет и люди поняли, что их обманули, сейчас стоит вопрос, что делать дальше. Вот абсолютно четко понятно, что этот бюджет придется в ближайшие месяцы пересматривать. Но не может доктор получать 6 тысяч гривен, не может вот так... Рассказ Министерства финансов о том, что увеличили выплаты на 60 миллиардов. Смотрите, когда мы принимали решение на полгода дать 64 миллиарда плюсом, это было рассчитано. А сегодня, как достижение говорится, что мы на 60 миллиардов увеличиваем. И этих денег понятно, что не хватает, надо еще как минимум около 70-100. И это не мнение мое, как политика, это мнение специалиста. То есть завтра, в этот же месяц, нам придется пересмотреть. Наша фракция за это проголосует. Готовы ли другие фракции? Наверное, тоже, потому что это придет каждому. Вот что нам делать, и люди должны это услышать. Пересмотреть немедленно этот бюджет.